Каждый год выпускники школы-интернатов, которые получили образование в школах-интернатах, идут учиться в колледже Горно-Москвы. Группы коллекционные с задержкой в развитии. Учатся там, они заканчивают колледж, кто как, и каждый из них должен быть трудоустроен. Колледж не предоставляет, чаще всего колледжи не предоставляют трудоустройство. Есть второй орган, который должен их трудоустроить. Этот орган называется КСЦО, и он тоже не трудоустроивает ребят. В связи с этим они сталкиваются с большими проблемами. У них нет продуктов, они скапливаются на квартирах, на определенных квартирах, у кого есть, есть, кто может помочь им хоть как-то. Есть те умные ребята, которые вот так из этих смогли обратиться в молодую гвардию Единой России, смогли обратиться к волонтерским центрам, попросить еды, и те люди помогли им. Социальная служба приходит в квартиру один раз в полгода, вместо того, чтобы приходить один раз в два месяца. Приходит, переносит пять бланков белых чистых, где написана только шавка, на имя какого руководителя КСЦО идет эта бумага. Ребенок должен подписать просто эту бумагу, и тем самым он получает полную гарантию на то, что у него квартира останется в будущем. Ему КСЦО, чаще всего КСЦО, прям прямым текстом говорит, что вы не получите квартиру, если не подпишете вот эти бумаги, что характеристика ваша будет несоответствующей для подтверждения вашей самостоятельности. Вот как сиротами ситуации, да, у нас в детских домах, где-то кого-то обманывают, где-то кого-то бьют и живляют в правах, так же существует на самом деле, вот так, с выпускниками школы-интернатов. И мы можем все уверенно сказать, он взрослый человек, он сделает сам, но чаще всего это выпускники коррекционных интернатов, которые не могут качать свои права, которые боятся, которые, выходя из интернатов, запуганные уже. У нас выпускники спиваются из-за этого, у нас выпускники продают свои квартиры от бизнеса, от всего этого, чтобы как-то хоть и выжить. На большую сумму денег покупают себе вообще мелочно, потому что настолько привыкли выживать, а не жить. Возьмите себе на листу. Все это ужасно.